Друзья, наверное, это будет самый длинный ролик в истории моего блога, но я вас призываю все-таки досмотреть его до конца, набраться терпения и более того, впервые я обращаюсь к вам и прошу о том, что если то, что вы сейчас услышите, идеи, которые здесь прозвучат, понравятся вам и откликнутся в вашем сердце, пожалуйста, перешлите, сделайте перепост, поставьте лайк. Ставя лайк, вы помогаете этой информацией распространиться, чтобы как можно больше людей об этом услышали. Так как мне придется в один блог втиснуть сразу несколько тем, поэтому он будет действительно длинным, но иначе не получится, иначе я не смогу до конца донести свою мысль. Начну я издалека. Несколько человек поспорили со мной под другими видео о том, что, дескать, не культура сначала, а потом экономика, а наоборот, человек мне написал, сначала должен повыситься экономический уровень, финансовое положение людей, а уже потом они станут культурными или разовьются на этом фоне. Как раз таки с точностью до наоборот, и я всегда привожу один и тот же пример, он наиболее показательный. Речь идет о идее о создании автомобиля и о автомобильном производстве, как оно постепенно входило в жизнь людей. Так как вы знаете, в конце 19-го, в начале 20-го века появилась идея о создании автомобиля. Сначала в немецком гараже, затем в английском и в американских гаражах люди стали создавать отдельно тормозные системы, отдельно системы сцепления, моторы и прочее постепенно, пока в конечном счете не вышел первый автомобиль. И что же вы думаете, все люди тут же побежали и захотели купить себе автомобиль? Конечно же, нет. Автомобили ходили по плохо приспособленным для этого дорогам и люди шарахались от этой машины, плевались вслед. Кто-то говорил, что это сатанинская машина. В газетах писали, что если не дай бог их станет многом и все погибнем под колесами этих машин. Они были несовершенны, у них была очень низкая скорость. Но энтузиасты постоянно выезжали, особенно в хорошую погоду, одевались особенным образом, бибикали во все эти свои резиновые груши для того, чтобы привлечь внимание, сажали в автомобиле своих жен, детей, показывая, что это безопасно. Но у них была куча проблем, например, резина быстро лопалась, колеса приходилось беспрерывно менять, но не было производства. Все это было кустарное, на чистом энтузиазме. Пока, наконец, этим не заинтересовались отдельные производители и решили, например, улучшить качество резины и колес. Дальше появились следующие, кто захотели предложить свои особенные кожаные сиденья. Постепенно менялся корпус и прочее. И вот когда автомобилей стало уже значительно много, то есть их уже невозможно было не заметить, только тогда, господа, политики, управленцы заметили такую штуку, как автомобиль и начали об этом говорить в своих парламентах. В конечном счете все привело к улучшению дорог, к принятию законов, например, таких, как мы сейчас знаем, правила дорожного движения. Привело к расширению улиц уже в законодательном порядке, внедрению светофоров, обучению детей и взрослых, как вести себя на дорогах и так далее, и так далее. Но, как вы понимаете, сначала идея, затем идея охватывает большое количество людей, переходит в массы, затем подключается экономика и когда-то на каком-то этапе производства охватывает все или многие отрасли. И только потом, господа, законодательная база и, грубо говоря, подключение политиков. По-другому это не действует. Если вам ближе пример на нашем времени, то, пожалуйста, компьютеры. Как мы знаем, они были изобретены в гаражах Биллом Гейтсом и, например, Стивом Джобсом. Снято очень много фильмов по этому поводу и что же с ними было. Они ходили с этими своими первыми компьютерами, сделанными в деревянных ящиках, и пугали им производителей. Их выпинывали из всех организаций и не хотели с ними иметь дело, считали их за городских сумасшедших. Пока в конечном счете не менялся корпус, на свои собственные деньги они беспрерывно модернизировали, предлагали компьютер как, ну, например, большую счетную машину или такой удобный калькулятор. И до тех пор, пока они многим людям не внушили мысль о том, что это полезно и выгодно, ничего не происходило. Ну и что сейчас? Компьютер есть фактически в каждой семье. Мы не можем себе представить уже жизни без интернета и компьютера. И самое главное, все эти изменения прошли в короткий срок. За полжизни одного человека. Как мы знаем, Билл Гейтс все еще жив и еще не так стар, а всей этой истории буквально 30 лет. За 30 лет колоссальные изменения. Я хочу сказать, что мы живем во время, когда идеи будут появляться беспрерывно и будут постоянно менять нашу реальность. Но все по-прежнему будет функционировать по одной и той же формуле. Сначала идея, затем идея распространяется в массы, к нему подключается много людей, и только потом это переходит на политический уровень. Если мы говорим о политиках, ну например о российских политиках, ждем от них каких-то перемен или какие-то наивные люди считают, что с заменой Владимира Путина придет какой-то другой новый политик и он что-то предложит, вы очень сильно ошибаетесь. Почему в России политики ничего не могут предложить? Потому что внутри общества не существует никакой идеи. Само общество не видит выхода для себя. Вот в чем проблема. Политик это человек, который имеет хороший нюх. Он принюхивается к воздуху и ловит то, что в воздухе уже витает. Ну например, мы говорим о политике Алексея Навального. Он учуял в воздухе потребность людей в справедливости. Он начал говорить о борьбе с коррупцией. Политик Алексей Навальный оседлал эту тему и возможно на этой теме он даже придет к власти. Хотя о том, что Алексей Навальный это проект Кремля, отдельный разговор, сейчас я об этом говорить не буду. Но что я хочу сказать. Например, Дмитрий Гудков буквально недавно с Ксенией Собчак организовали некую партию перемен. Это был пшик. Почему? Потому что они просто вышли на сцену, красивые, молодые и говорили ни о чем. Они просто ничего не предлагали. Красивое название, но дальше за этим ничего нет. Так как политик Дмитрий Гудков не чувствует в воздухе никакую идею, за которую бы он мог зацепиться и идти с этой идеей вперед. Еще буквально несколько слов. Культура, господа, это не просто стихи, музыка, картины. Культура это прежде всего совокупность достижений человечества. То есть мы по мере своего развития накапливали некоторый опыт, который делал нас все время культурнее и культурнее, чем мы были, ну например, по сравнению с каменным веком. И вот эта совокупность нашего опыта, наших достижений отличает нас как культурное общество. И поэтому экономисты, политики это всего лишь выходцы все еще из той же культурной среды. Поэтому никогда не экономика делает жизнь в стране, а культура, идея, совокупность накоплений внутри общества способна изменить и экономику, и политическую ситуацию. Как вы знаете, если вы мои постоянные зрители или слушатели, у меня нет особых надежд в отношении современной России. Вернее, Россию будущего я представляю несколько иначе. Я желаю этой стране распада, да, конкретно распада, потому что на такой огромной территории то, о чем я буду говорить дальше, воплотить крайне сложно. Но если Россия распадется, либо, возможно, Россия попробует себя переформатировать, у нее, в принципе, есть, как мне кажется, выход. Этот выход я сейчас опишу. Почему я все равно стал об этом говорить, несмотря на то, что я не верю в Россию? Потому что эта модель срабатывает в любой стране. Сработает в любой депримированной стране, ну, например, в Украине или в Казахстане, в Белоруссии. Сработает везде, где бы вы не искали новых путей. Все понимают, что необходимо сломать систему. С этим все согласны. Но что предлагается взамен? Вот насколько я знаю, не предлагается вообще ничего. Максимально, что предлагает Алексей Навальный, это минимальную зарплату 25 тысяч для всех. И больше я ничего не слышу. Не слышу ничего конкретного. Можно ли поломать систему или ее переделать? Да. Для этого нужно сделать совсем не так много, как вам кажется. Судите сами, в чем заключается моя идея. И еще раз, если вам это нравится, распространяйте эту мысль. И, возможно, то, что я вам сейчас скажу, станет смыслом вашей жизни. Или, например, выбором следующей профессии. Или, например, тем, как вы можете представить существование своей семьи, но в гипотетической свободной России. Итак, для того, чтобы у людей появился новый потенциал, желание жить, какие-то конкретные цели перед собой, необходимо начать не такую уж сложную государственную программу расселения людей из больших депримированных городов в ближайшие поселки или места, находящиеся рядом с этими городами, создание множества мелких поселков. Скажем так, слово поселок, деревня, наверное, себя дискредитировали и людям не нравится. Объявите конкурс и выберите другое модное, современное, крутое название. Пусть это будет называться Латифундия, Комуна, я не знаю, Малая Родина, все что угодно. Смысл заключается в том, что каждый человек недалеко от большого города получит участок земли, внимание, где-то 1200 квадратных метров. Две шестисотки вполне себе хороший участок. Люди должны организовать себя в такие небольшие жилищные коммуны. Государство должно выделить этим желающим кредит под самый маленький процент, который только существует на этот момент, ну, например, под 3% годовых. Дальше. Земля отдается просто так, в подарок от государства. Не может такого быть, что в такой огромной стране, как Россия, где дохрена бесхозной земли, не нашли возможности отдать людям землю. Вы, в конце концов, заслужили право жить и работать на своей земле. Итак, каждый получает кусок земли, закрепленный законом на вечное пользование и с правом наследия, продажи и так далее. И дальше в этих небольших поселках должны быть построены дома вашей мечты. Не просто какие-то убогие коробочки, а вот такого типа дома, господа. Только дома суперсовременные по самым современным технологиям. Эти дома уже существуют везде в Европе. Их огромное количество. Это могут быть стеклянные дома, деревянные. Хотите, с национальным оттенком, пожалуйста, пусть это будут срубы. Но пусть это будут срубы вот такого типа. Недавно я общался с одной парой, которые хотят приехать в Германию только для того, чтобы побывать на выставке так называемых массивхойза. Это такие фирмы, которые предлагают готовые модели домов. Вы приезжаете на огромную территорию, где стоят построенные мусторные дома. Выбираете себе какой-то из этих домов. Вы можете зайти и посмотреть, как это выглядит внутри. И заказать себе полностью этот дом. Вам этот дом построят в течение короткого периода. Есть фирмы, которые воздвигают дома в Германии за, внимание, за выходные, за три дня. То есть в первый день приезжают на участок, выкапывают фундамент и заливают основу. Второй день привозят уже готовые палеты с встроенными окнами и дверьми. Все это производится где-то. Устанавливаются стены, заливаются полы. В третий день делают крышу. Все. За пятницу, субботу, воскресенье на участке стоит целый дом. Дальше аккуратно рядом на палетах выкладывают вам запечатанные унитазы, раковины, подоконники, двери, ручки. Все, что вы заранее обговорили и заказали. И дальше вы внутри этого дома начинаете заниматься дальнейшим ремонтом. Вы можете уже находиться в этом доме. Вот так строится массив Хойза. Это один из вариантов. Второй вариант. Вы заказываете проект у архитектора и здесь очень важно подключить к этой идее самых классных архитекторов. Вы не представляете сколько у вас в стране молодых людей, которых распирает от идей и они понимают, что они никогда не смогут эти идеи воплотить. Так вот, нужно на подобные проекты приглашать самых экспериментальных и модных архитекторов. Вы заказываете дом по вашему желанию. Сколько там должно быть комнат, должна ли быть там терраса, должна ли быть там сауна, какая кухня, сколько ванных комнат, сколько туалетов вам делают проект. И строительная компания строит для вас ваш дом в течение, скажем, как это происходит в Германии, 4 до 6 месяцев. Либо они полностью строят вам дом под ключ, либо они строят робау, то есть такой каркас дома. А дальше внутренности вы делаете сами. К чему я все это говорю? Вот только представьте себе начало строительства такого поселка, где создаются дома вашей мечты. Что для этого нужно? Для этого нужно огромное количество строительных компаний, которые будут первое воздвигать эти дома, а второе будут закупать где-то строительные материалы. В 90-х годах, когда в Германию приехало много русских немцев, в Германии произошел небольшой экономический бум. Мало того, что были раскуплены в большом количестве участки, но и стали возводиться тысячи, десятки тысяч домов. И потребовался стройматериал, и возникли сотни строительных компаний. Я лично общаюсь с таким человеком, который говорил, что с начала 90-х и до 2000-х это была какая-то сказка. Он говорил, мы все были в шоколаде, потому что заказов у нас было на несколько лет вперед. Итак, русские не могут найти людям занятость. Они внушают мысль, что зарабатывать можно только на военно-промышленном комплексе, изготовляя ракеты или танки. Нет, господа. На строительных материалах и на подобной программе можно зарабатывать больше, чем на продаже ракет. И главное, это позитивно. Это для вашего народа, для внутреннего пользования ни одного поколения людей. Теперь дальше представим себе, что это стало возможным. Государство для осуществления подобного проекта должно взять на себя одну единственную обязанность, кроме того, что они гарантируют кредит под маленький процент. Они должны параллельно вместе с этой новостройкой создавать инфраструктуру, то есть дорогу. Все, что от них нужно, это параллельно с этой стойкой создавать в короткий срок дороги, соединяющие себя в одну систему национального автобана. Когда бы люди могли жить за пределами города, как это делается в Европе, а работать, например, в городе, как можно освободить город от вот этих безликих, никому не нужных, ужасных домов. Их нужно просто сносить. Эти дома нужно сносить и на этих местах организовывать парки, зеленые зоны, либо создавать что-то полезное. А люди должны жить за пределами большого города. По крайней мере, я не представляю, как можно в таком месте заводить детей, воспитывать их и вообще жить, существовать, находиться. Например, я еду до своей работы 100 километров. Меня это не напрягает, потому что я еду по отличной дороге, по лесу. У меня за окном моей машины беспрерывно меняется картина, соответственно, сезона, соответственно, времени года. Я наслаждаюсь этой дорогой по дороге. Я могу слушать свои аудиокниги, я могу слушать какие-то передачи с YouTube, то, что связано сейчас с каналом. Но меня эта дорога не напрягает, так как это хорошая дорога. И, в принципе, выйдя из своего дома, начиная от своего гаража, я могу пересечь всю Германию, выходя только для того, чтобы перезаправиться. Вот так настроена хорошая инфраструктура. И идея государства должна быть направлена на строительство этих самых дорог. Дороги должны быть бесплатными. Вы достаточно богатое государство, чтобы суметь построить себе эту систему. Теперь самое интересное. Вот эти поселки, что они из себя представляют? Один человек задал мне когда-то вопрос. Я все пытался развернуто на него ответить, но постараюсь ответить здесь, в этом ролике. Что включает в себя немецкая деревня? Хорошо, не нравится немецкая, пусть это будет французская, английская, голландская. Что находится в средней европейской деревне? Вот тут я себе набросал небольшой список и сейчас просто по списку буду говорить то, что есть в моей конкретно деревне, где живу я. У нас живет не так много людей. 250 домов. То есть вот это вот средний небольшой поселок. Что он включает в себя? Прежде всего у нас есть два детских сада. Один домашнего типа, один обычный и начальная школа. Когда дети достигают 10-летнего возраста, они идут в среднюю школу. Она находится в отдалении от нашей деревни. Между восьмию другими деревнями. Большая четырехэтажная школа. Туда детей возит школьный автобус. Кроме прочего, в нашей деревне есть, конечно же, парикмахерская, есть аптека и есть свой собственный врачебный кабинет. Помимо врачебного кабинета у нас есть зубной кабинет. Просто зубной врач у себя на дому принимает отдельно людей. Врач в нашем врачебном кабинете, это местный врач, который знает всех живущих в этой деревне. Все знают его, два раза в неделю обходит поселок, объезжает его, например, к тем людям, кто старый, не может прийти, ездит, мерит давление, выписывает рецепты и так далее. Врач у нас всегда, можно сказать, под рукой. Далее у нас есть две заправочные станции и свое собственное место для продажи автомобилей. Так как люди, живущие в поселке, многие работают в близлежащих городах, соответственно, мы все мобильные. В каждой семье по два и по три автомобиля. Значит, нужна станция технического осмотра, нужны местные механики и, соответственно, машины беспрерывно покупаются и продаются. Кто-то умирает в поселке, какая-нибудь бабулька, совсем мало пользующаяся машиной. Ее машина выставляется и так у нас на местном пляце для продажи машин всегда стоит 4-5 машин. В соседней деревне все то же самое. У нас есть свой собственный теннисный корт и свой собственный стадион. Во всех соседних деревнях, внимание, свои собственные, хорошо устроенные стадионы. Между деревнями происходит все время, каждый сезон, футбольные турниры. У нас есть мужская сборная футбольная команда и детская футбольная команда. Соответственно, летом происходит такой мини-чемпионат. Всегда это устраивается с большими праздниками, с грилем, с выпиванием много пива, музыки и прочее. Конечно же, каждая деревня гордится своей командой, своя собственная футбольная форма, кубки и прочее. Есть у нас манеж для объезда лошадей и большая деревенская конюшня. Очень многие люди любят заниматься лошадями и занимаются ими. Но если на участке вдруг нет места или участок, скажем, в гору, они могут лошадь привезти в местную конюшню и оставлять ее там. Там работают люди, которые лошадями занимаются, плюс объезжают. И у нас есть школа верховой езды для детей. Помимо этого, в деревне есть класс по фортепиано и класс по гитаре. Если вы хотите, чтобы ваши дети занимались музыкой, пожалуйста, деревня вам предлагает свои собственные музыкальные курсы. Еще есть большая теплица за пределами деревни. Мы ее делим вместе с соседним поселком. И там производится много растений, которые продаются, опять же, здесь для жителей деревни. И на продажу для, например, городских потребностей. В теплице работает минимум 30 человек. Она реально очень большая. Есть Кнайпа, своя собственная бар и рестораны. Ресторанов в моей деревне на 250 человек три. Два итальянских, один французский. Ну, французский, потому что мы живем рядом с французской границей. Просто сюда переехала французская семья. Открыли такой домашний ресторан. Плюс два итальянца живут. Один держит пиццерию, другой маленький ресторанчик. Если у вас в деревне хорошего качества ресторан и не слишком дорогая еда, то поверьте, пятница, суббота, воскресенье там забито до отказа. Люди не хотят готовить выходные дни, идут всей семьей пообедать в пиццерию или в ресторан. Кнайпа – это как паб по-английски. То есть туда собираются мужчины. Там можно попить пиво, коньяк, поиграть в карты, почитать газету, обсудить какую-то новость. И там же в Кнайпе у нас огромный телевизор, где буквально недавно смотрели общий чемпионат мира. Кнайпа – это место встречи, обсуждений, разговора, сплетен и прочее. Кроме этого у нас самое главное – есть две пекарни и одна мясная лавка. Две пекарни – это не слишком много, но в соседней деревне, 5 километров от нас, есть еще две пекарни. Вы можете на велосипеде проехать, например, и туда. Пекарни не должны быть огромными. Пекарни здесь небольшие. Это небольшой семейный бизнес, когда одна семья открывает магазин непосредственно во дворе своего собственного дома. И это выглядит так. Вот такой ассортимент предлагает средняя немецкая пекарня. То есть там несколько сортов хлеба, булочек. И они обслуживают, ну, я не знаю, 40-50 семей в зависимости, сколько они могут продать. Другая пекарня на другом конце. Поселка делает то же самое. Если спрос большой, они начинают выпускать больше. Если спроса меньше, они выпускают какого-то хлеба меньше, другого больше, больше серого, меньше белого и так далее. То есть они подстраиваются под спрос людей. И местная лавка, мясная или по-немецки Мецгерай – это очень важное место. Туда можно прийти купить различного сорта мяса, домашнюю колбасу. Либо вы можете привезти туда свою скотину, например, своих свиней или своих баранов. Там вам профессионально их заколят, разделают мясо и отдадут вам уже в разделанном виде. Либо вы просто сдаете туда мясо, и мясная лавка закупает его у вас для того, чтобы им всегда было из чего производить местную колбасу. Есть цех, куда все жители деревни могут привезти свои собственные фрукты, яблоки, груши, сливы, у кого что, и заказать соки. То есть я привожу в больших корзинах свой урожай, а затем через несколько дней забираю его же уже только разлитый по бутылкам. В соседней типографии мы заказываем наклейки, наклеиваем их каждый год, помечаем, и так, кто хочет, может получать свой собственный сок и быть обеспеченным на весь зимний сезон домашним соком. Еще что интересно, в этом самом цеху можно заказать свой домашний самогон. Это здесь разрешено законом. Вы привозите туда какие-то ягоды, например, сливу или хайдельберы, я не знаю, как это по-русски, и заказываете свою собственную граппу или свой собственный самогон. И это считается нормой. То есть к любому соседу, если вы приходите, он может вас угостить своей домашней водкой. Они здесь называют его шнапсом, но по сути это самогон. И люди гордятся самогоном собственного производства. Только, конечно, это все культурно делается, не где-то в каких-то закутках, а абсолютно законно можно это делать. Кроме всего прочего, в нашей конкретной деревне есть цех по производству местной керамики. Это для туристов, для того, чтобы они приезжали, могли покупать что-то такое совершенно специфичное относительно этого места. Есть деревни, которые специализируются на продаже меда, и там несколько пасек находятся. Это, опять же, каждый выбирает, чем заниматься. Вернее, сказать наоборот, люди много чем занимаются в такого рода поселках. Есть несколько фирм ландшафтных дизайнов. Ну, представьте, когда у вас такое огромное количество частного сектора и участков, не у всех есть время покрасить траву, убрать ветки. И поэтому есть фирмы, которые предлагают свои услуги. Они придут к вам, посадят цветы, разобьют у вас пруд, почистят его, если у вас есть пруд, почистят ваш бассейн, обрежут деревья и прочее. Всем этим кто-то конкретно занимается. И я не сказал еще о том, что в этом поселке живут электрики, сантехники, люди, занимающиеся ремонтом отопления, печники. У нас есть свои собственные трубочисты. В каждом доме один или два камина. И поэтому два раза в год приходит трубочист, который по закону проверяет вашу трубу. Он смотрит за состоянием вашего камина, и вы не имеете права его не впустить. По закону вы обязаны два раза в год пройти такую своего рода инспекцию. И трубочисты у нас никуда из места не уезжают. Они имеют свой постоянный стабильный доход. И в деревнях не происходит никаких пожаров. Кстати, трубочист в Германии это очень уважаемый человек. Это считается символ удачи. И обычно трубочисты всегда встречаются в хорошем настроении. Нужно обязательно пожать руку. Но это отдельная история. В моем небольшом поселке существует своя собственная пожарка. И это, господа, отдельная песня. Мало того, что все дети проходят там курсы начальной пожарной подготовки, они еще устраивают различные праздники огня. У них есть свои мероприятия. Они разносят в каждый дом новые огнетушители. Раздают свою символику. Вообще пожарная у нас живет в своей отдельной жизни. Это такая своя мини-организация. Я лично в свое время участвовал в группе, когда у нас существовали наши местные фанфинда. Это как, если в английской аналогии, это бойскауты. Когда детей организовывают в группы, и мы ходили с ними, например, в ближайшие леса, ставили там палатки с ночевкой, учили их разводить костер, учили их там приготовить нехитрую еду и так далее. И не нужна никакая пионерия, не нужна никакая сраная идеология. Просто для того, чтобы учить детей выживать в каких-то условиях. Ну, это такой поход, это романтика. И вот в каждом поселке у нас свои собственные фанфинды. У них свои символы, свои галстуки, своя собственная походная песня. И, в общем, это очень интересно для детей. Это наполнено романтикой. Это то, чем дети с удовольствием занимаются. К чему я все это говорю? Я говорю это к тому, что подобные конгломераты, вот такие вот сообщества людей, они живут своей наполненной жизнью. У нас есть люди, которым по 70-80 лет, и они вообще никогда за пределы этого поселка не выезжали. При этом прожили насыщенную жизнь. То есть они занимались верховой ездой, они ходили купались в местном бассейне, они играли на местном корте. У них есть свой собственный банк, у них есть своя аптека, у них есть своя парикмахерская. Они организованы в различные клубы и группы. Кто-то ходит, вышивает, кто-то готовит рождественские украшения для церкви. Кто-то ходит в эту же церковь, поет там в церковном хоре. Кто-то ухаживает за местным кладбищем. Вот, например, немецкое кладбище выглядит так, господа. Вот это русское справа, а слева это немецкое. Почему оно так выглядит? Не потому, что могилы сами собой вот так организуются, а потому, что местные власти в этих поселках организовывают пожилых людей. Теплицы снабжают эти кладбища своими цветами. Всегда есть избыток. И есть, поверьте, одинокие пожилые люди, кто с удовольствием ухаживает за могилами, если уже нет никого из близких. Если это была какая-то подруга или соседка. И люди, у нас на кладбище нет свободного места при парковке, потому, что люди беспрерывно приезжают и беспрерывно что-то на этих могилах высаживают, убирают, поливают. То есть люди этим занимаются. И действительно, если поселок насыщен вот такой жизнью, детскими садами, автобусами, заправками, больницей, стадионом, ресторанами, там много жизней. И в подобных поселках, что самое главное, много работы. Вот представьте, сколько всего я перечислю. Воспитатели, учителя, водители, пожарники, электрики, люди, занимающиеся заготовкой леса, трубочисты, ландшафтные дизайнеры. Цветочный магазин у нас, кстати, два. Те, кто изготавляют керамику. Кто следит за лошадями. Пекари, мясники, те, кто работают в бассейне, работают в теплицах. Преподаватели музыки, рисования. Автомастерские, парикмахерские, собачья гостиница. Господа, у нас есть собачья гостиница. Потому что очень многих в доме есть собаки. Если мы ездим отдыхать, нужно собаку куда-то оставить. Ты привозишь ее в гостиницу. Нахождение ее там стоит 30-40 евро в сутки. Там большой участок. Собаки там бегают, играют друг с другом. Есть люди, которые этим занимаются. И там же находится ветеринар. Вот сколько профессий я перечислил. Это люди, которые заняты всем этим в одном поселке. То есть, для того, чтобы люди были чем-то заняты, им нужно дать возможность жить вот так. Им нужно дать возможность построить этот дом своей мечты, для того, чтобы они не хотели от этого дома далеко уходить. Вы поняли. Моя идея заключается в том, чтобы в России или в Украине, возьмите любую депримированную страну, появились такие пилот-проекты создания небольших поселков. Я знаю, что в России пытаются создать типа родовое поместье. Нет, ребята, это ни о чем. Родовые поместья, то есть то, что замешано на какой-то идеологии, это не срабатывает. Это не должно быть связано ни с религией, ни с чем. Единственная религия в кавычках в этом месте должна существовать только одна. Жить хорошо. Все, точка. Создать себе оптимальную среду обитания, чтобы там у людей была возможность, первое, построить недорого дома, и второе, начать работать. Начать это место реанимировать. Те, кто не могут работать в поселке, значит, они будут ездить по вот этим новым построенным дорогам в ближайшие города. Вы освободите города от огромного количества людей, которые не хотят жить в этих городах. У вас решится проблема с транспортом. У вас решится продовольственная проблема. Потому что собственные теплицы, собственные огороды. К вам люди будут приезжать в город и продавать мед и прочее. Я знаю, что есть стерлигов, который пытается что-то подобное, но он ненормальный. Он говорит о возвращении к домострою, к религии. И это ни в коем случае. Вот эти поселки, о которых я говорю, они должны быть мега современными. В них должна быть одна идея. Мы хотим иметь технологии, обеспечивающие нам дешевую энергию. Мы хотим разрабатывать новые программы, например, для образования своих детей. Вы можете пригласить в этот поселок преподавателей, у которых есть свои конкретно разработанные программы, новые программы для образования. Чтобы ваши дети не ходили в какие-то дурацкие школы, а образовывались здесь, на месте. Посмотрите на финнов. Финны сейчас удивляют всю Европу тем, что их дети уже не сидят просто в классах и не учат обычный вот этот монотонный материал. Они изучают все в игре, беспрерывно меняя окружение. Это очень интересно. Через 20 лет мы получим креативных финнов, которые будут музыкантами, программистами. Эти дети уже сейчас растут. Ответьте, пожалуйста, в комментариях на один вопрос. Вы наверняка знаете, что есть такой писатель Борис Акунин. А вы знаете, что он фактически разработал новую, принципиально новую систему образования для детей. Кто-нибудь говорит об этом? Какие идеи предлагает в этом смысле писатель Борис Акунин? Нет, никто это не обсуждает. На телевидении обсуждают Украину, США. Вообще о чем говорят эти люди? То, что совершенно с каждым конкретным человеком не связано. А, например, новую образовательную систему не обсуждает никто. Никто не пытается находить каких-то новых подходов к жизни. Что значит сломать систему? Это значит сломать ее полностью. Это значит создать новые условия жизни и реанимировать производство, реанимировать бизнес. Если бы у вас началась большая стройка, то у вас возникнет сразу несколько направлений в бизнесе, которые будут обслуживать этот спрос. Если есть спрос, есть предложение. И я могу себе представить, такие пилот-проекты в различных частях, допустим, России. Ни в коем случае это не должно быть ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге. Это должны быть малые города. Воронеж, Тверь, Пензе. Какие-то маленькие города для того, чтобы сделать их привлекательными. И таких поселков должно быть много. Это, по сути, сеть. Вот точно так же, как и здесь, выезжая из одного поселка, через 2-3 километра я тут же попадаю в другое. Если я здесь не могу что-то купить, то соседний поселок мне все равно это уже предлагает. Вот если бы Россия углубилась вот в это, если бы идея была создать вот эти маленькие, развитые, красивые, современные, симпатичные зоны для жилья, вы бы решили сразу несколько проблем. И теперь, возвращаясь к началу разговора, для того, чтобы политики вас услышали, необходимо, чтобы люди заразились этим, чтобы они создавали десятки роликов, чтобы они привлекали к своим программам экономистов, для того, чтобы эта идея превратилась в конкретные цифры, она бы углубилась, она бы начала расширяться, дополняться какими-то деталями. Для того, чтобы эта идея стала ощутимой, заразиться этой идеей должны сразу много людей. Появиться специалисты, которые поставят это целью своей жизни. И вот если подобная идея охватит не двоих-троих сотню, а миллион человек, обязательно найдется какой-то политик, ну, типа Дмитрия Гудкова, который сейчас не знает, куда себя воткнуть, и который подхватит эту идею, потому что уже невозможно будет об этом молчать, потому что выйдут ролики, появятся майки, будут разработаны какие-то лого, будут представлены множество архитектурных проектов, возможно, они появятся уже в макетах, и люди будут осуждать, мечтать, они будут беспрерывно об этом говорить, и тогда политики будут вынуждены услышать вас. Я позволю себе сделать еще небольшое отступление. В последние годы в Германии существует такой вопрос, как базовый доход. Меня, кстати, много раз просили сделать об этом отдельный ролик, и обязательно к этому вернусь. Еще недавно, 5 или 7 лет тому назад, отдельные люди, говорившие об этом, вызывали только смех. Все крутили пальцем у виска и говорили, ну, никогда базового дохода не будет. Если кто-то не понимает, то эта идея в том, чтобы государство начало выплачивать каждому жителю Германии, например, 1000 евро, независимо от того, работает он или нет, с рождения и до самой гробовой доски. 7 лет тому назад над этим смеялись, 5 лет назад об этом говорили некоторые. Сейчас об этом говорят все. И я уверен, что это вопрос следующих 2-3-5 лет, и базовый доход будет внедрен в Германию. Что говорил основатель этой идеи, вот этот человек, я думаю, что когда-нибудь он войдет в учебники истории, это Гёц Вернер. Он говорил, заразите этой идеей многих, начните писать книги об этом, начните говорить, как вы будете жить, если вы будете получать 1000 евро, чем вы будете заниматься. Создавайте лекции, приходите в школы, разговаривайте об этом в барах со своими друзьями, поговорите со своей тещей, а теща, возможно, поговорит с кем-нибудь, сидя на скамеечке и так далее. То есть он говорил, создайте большую массу людей, которых бы эта идея захватила. И вот в течение 7 лет, что мы видим теперь, теперь об этой идее говорят на центральных каналах немецкого телевидения. Теперь уже написано несколько книг, теперь уже есть абсолютно четко разработанные экономические программы, где все рассчитано по цифрам. Появились волонтеры, которые беспрерывно продвигают эти идеи в журналах, в газетах и так далее. И что я вижу, в этом году, аллилуйя, даже Меркель заговорила о базовом доходе. Это значит, политик Меркель учуяла то желание, которое уже находится в воздухе. Сначала идея, идущая снизу от людей, затем она охватывает массы народа, и в конечном счете она приходит не только в экономическое воплощение, но и в законодательную часть страны. Я понимаю, что сейчас многие думают, что это невозможно в такой стране, как Россия. Но, господа, Путин не вечен. И рано или поздно ситуация начнет меняться. Вопрос будет в том, поменяете ли вы Путина на другого такого же, как Путин, который будет стоять и нести какую-то несвязанную с жизнью лабуду. Или вы будете говорить так, мы выберем только того политика, кто будет озвучивать наши желания. Мы хотим жить вот так. Мы хотим получить этот кусок земли. И не где-нибудь в Дальнем Востоке, а здесь, в центральной части России. Мы большая страна. Мы хотим создавать свои поселки современные, где мы будем заниматься агротуризмом, где мы будем развивать новые технологии, где мы в отдельных поселках будем разрабатывать свои собственные системы образования для детей. И вы увидите, сколько креатива находится в людях. Если вы им дадите возможность раскрыться, вы получите колоссальный результат. Европа уже давно существует так. Россия может так начать жить. И тогда я, как житель Европы, смогу спать спокойно. Почему? Потому что, если рядом соседняя агрессивная страна Россия превратится в сообщество людей, живущих в мега-современных красивых домах, у них 100% не будет желания ни с кем воевать. Это кто-то когда-то сказал, я сейчас не помню его имя, но если у человека будет хороший дом с камином, он с большим нежеланием отрывается от этого, берет оружие и идет куда-то воевать. Лишить это общество агрессивности, желания завоевывать, желания постоянно кого-то порабощать и унижать можно только тем, чтобы повернуть их вглубь себя, заставить их, грубо говоря, заниматься своей лужайкой, чтобы их дом утопал в цветах, чтобы это было так, как происходит здесь. Здесь друг с другом конкурируют по поводу того, насколько ровный у тебя газон, какой бассейн ты себе построил или какое место для гриля ты себе разбил. Люди занимаются своими домами, поэтому я хотел бы сказать дайте возможность людям открыться, дайте им возможность в конце концов начать жить, не выживать, а жить, понимая, что за этот дом я смогу расплатиться за 10 лет, я могу еще построить дом своему сыну, мой сын никуда не уедет из этого поселка, потому что здесь, в этом поселке есть столько много всего интересного. Для того, чтобы достичь этого, нужно совсем немного, просто жить на своей земле. И главное, это толчок, понимаете, это какая-то надежда на то, что можно жить хорошо, надежда на слон системы, на построение чего-то нового. Другими словами, мой призыв такой, дайте возможность людям жить, и вы увидите чудо еще при вашей жизни. Это возможно, просто этим должны заболеть многие. надежды и надежды Продолжение следует...